Всем привет, с вами Дричент, а если это Беременна в 16, то мы в общем-то готовимся к новой порции трешнячка. Если вы так же, как и я, рад этому выпуску, просто буду благодарен за лайк, какое-то хорошее слово для меня прям будет как бальзам на душу, потому что у нас новый выпуск Беременна в 16, новый сезон, и давайте в общем-то не откладывать долгий ящик, не забывайте заглядывать на мой лайв-канал. Всё, мы начинаем. Давайте. Крупный кадр, сбоку, глаза, отлично. Всё как положено. Привет, меня зовут Наташа, мне 16 лет, я из города Краснотуринск, Серовской области. Ну как-то она прям даже выглядит не на 16, а ещё младше как-то внешне. Я считаю себя творческой и креативной. С самого детства я всё время чем-то увлекаюсь. Вот реально здесь как-то внешность такая, вот прям ребёнка. Вот бывают такие девки, в 16 лет смотришь, там, ого, как выглядят, даже старше на свои года, а здесь прям младше. Лепила из глины и занимала первые места, ходила в танцевальный, но как бы всеми танцами мы там занимались, кроме как бы не балерическими, а всеми остальными. Балерическими? И если откровенно сказать... Ну чё-то мне в школе не нравится. Чё-то я не пол-16 лет и восьмой класс. Чё-то я, это, не состыковочка. Она там оставалась на второй год или что-то там... Домашку делать, каждое утро рано вставать, не выступаться, как бы, нет. Мне больше нравится вообще отдыхать. А вот отдыхаю я очень часто и много. Особенно люблю проводить время со своими подружками, одноклассницами Анькой и Лерой. Ну, люблю находиться больше с друзьями, с компанией. Чем находиться дома? Думаю, как-то, как замкнутость и некомфортно как-то дома. А некомфортно мне находиться дома из-за одного человека, который просто не даёт мне нормально жить. Опять звонить. Бабушка. Ладно, я пойду в эту город ещё будет. Да не, давай ещё погуляем, забей. Ты чё, она меня убьёт, как я приду домой? Она... Бабушка воспитывает. Это моя бабушка по маминой линии, Нина Леонидом. По характеру она очень сложный человек. О, явилась. Ты времени знаешь, сколько? Да. Сколько? Поздно. Где гуляла? С друзьями. В школу она, значит, уроки не делает. Это она не хочет делать. Гулять она хочет. Моей бабушке 60 лет. Она проработала всю жизнь в школе посудомойщицей. Три года назад решила оставить работу и ушла на пенсию. Сейчас всё время проводит дома. Занимается только тем, что учит меня жить. А родители где? Постоянный контроль. Постоянно приходить в одно и то же время, не опаздывать. Постоянно это уборка. Эти постоянные уроки делать. У тебя одно гуляние в голове. Ты учиться не хочешь. Ты вообще ничего не хочешь. Ты мне скажи, что ты вообще хочешь? Что тебе надо? Так я стараюсь учиться. Да, ты школу посещаешь. Но ты ничего там не делаешь. Я не чувствую от бабушки. Реально, так молодо выглядит, Аля, но на 16 вообще не тянет. Ну, 14 я бы дал бы максимум прям. Другой. Хоть она и говорит то, что любит, но я этого не чувствую и не вижу. Любовь, поддержку и заботу я чувствовала последний раз 5 лет назад. От самого дорогого человека в моей жизни. Мама. Привет, мамулечка. Я у меня мама не очень. Звабушка ругаюсь. Мама умерла, когда ей было всего 36 лет. Ее звали Ольга. Ее жизнь забрала болезнь. Онка. У нее рак матки какой-то. Это вот, девчонки, вот вы меня смотрите. Вот это самое важное. Следить это вот за раком матки и рак груди. Это такая штука, которую нужно всегда обследовать. Типа вот раз в полгода, раз в год обязательно. Потому что вот бывает, почему люди умирают. Потому что вот запускают. Когда уже нахрен не начинает, там уже ныть и гнить что-то. Потом обращаются к врачу и говорят, ой, блядь, так у вас последняя стадия. А, да, спасибо. Большое. Поэтому вот это вот рак груди и рак половых этих всяких систем. Это очень опасная штука. Мы еще в августе анализы сдавали. И мазки, и все-все сдавали. У нее прошел допуск до работы. У нее абсолютно она была здоровая. А 8 сентября у нее отказывает мочеточник. Как? Я вообще не понимаю. Как они смотрели анализы? Как они проверяли, что человек уже на последней стадии рака? Я никогда не забуду тот день, когда узнала о смерти мамы. Это жестко. Просто хотелось у тебя вместе с мамой на тот свет. Я почувствовала, что какая-то пустота, темнота у меня началась. То, что все, как будто все исчезли куда-то, а я одна осталась. После смерти мамы у нас с моей старшей сестрой Аней, ей сейчас 18 лет, и старшим братом Артемом, ему 20, хотели забрать детский дом. Уже даже начали оформлять документы. Но бабушка Нина и мой дедушка Игорь Вениаминович, ему 57 лет, и он работает электриком. Оформили над нами опеку, и с тех пор мы стали жить с ними в двухкомнатной квартире. Мы снова пошли в школу. Хотя до этого из-за всего произошедшего год пропустили. Было тяжело, было тяжело. Они, видать, уже поняли, что без мамы у бабушки с дедушкой такой вольности нет. И что у меня строго сказано так, значит так. Бабушка человек нормальный. А, это старшая, да? Но она хочет, чтобы мы все делали так, как хочет она. А на наше мнение ей наплевать. Бабушка очень строга с нами. Я не помню вообще, что... Это ей 18 лет сестре показали было, да, по-моему? Блин, они вообще реально меньше выглядят по возрасту. Чтобы она хвалила нас хоть раз в жизни. Дедушка намного добрее. Иногда мы можем поговорить с ним, но чаще всего он с бабушкой заодно. Дедушка как-то более мягче. Если мне что-то надо, например, мне у нее попросить деньги, например, попросить что-нибудь купить, то он это делает. Даже если бабушка будет не покупать. Сейчас с бабушкой и дедушкой живем мы с Аней вдвоем, так как Артем учится на четвертом курсе политехнического колледжа в Нижнем Тагиле. И домой практически не приезжает. С братом мы не близки, как и с Анькой. Находясь под одной крышей, мы вообще редко о чем-то говорим. Иногда Наташа рассказывает мне свои секреты. Я и свои, но так тесно мы не общаемся. Иногда мы можем провести целый день в одной комнате, но не разговаривать. Своего родного папу Олега я вообще не помню. Я никогда с ним не общалась. Мама разошла с ним еще до моего рождения и рассказывала, что он был страшным человеком. Много пил и постоянно ее избивал. Я видела его только на фотографии. Он даже не приходил, не узнавал, не знал, как. Я, что я? То есть я только знаю то, что он умер в тюрьме, когда должен был быть плодом. Уже пять лет с ухода из жизни мамы у меня есть мечта. Поскорее вырасти, чтобы свалить из бабушкиного дома из-под ее опеки. И кажется, это желание вот-вот осуществится. Я беременна? И я беременна. Так подожди, аля, история от кого там? Это мой парень там. Мы с ним гуляем, он остается на ночь. Вообще история эта не раскрылась. Просто. Я гулял, а я беременна. А кто, что? Ну ладно, ну сейчас она покажет. Не будет же такого, я не знаю от кого. Последние пять лет, после смерти мамы, я вообще не думала, что хоть раз в жизни еще раз испытаю чувство любви. Но все-таки это случилось. Случилось, когда я встретила его. Его? Это Сережа. Ему 18 лет. Он мой парень. Я вообще не понимаю, как мне удалось ухватить такого красавца, как он. Так и шо просто. Он накачанный. Он всегда постреляется красиво. Одевается красиво. Грудь понравилась. Она мягкая. *** понравилась. Она тоже мягкая. Да. Блядь. Шипа понравилась, она тоже мягкая. Как желе в пакете. Я по-разному слышал, как мог уже задницу описать, но твоя жопа как желе в пакете. Просто. Романтика. Дай я тебе по желе в пакете врежу. Мы с Сережей познакомились год назад в общей компании друзей. Кэ со своими подружками пошла на заброшку, и туда пришел он со своими друзьями. Шикарное место, где с друзьями сидеть на заброшке, как типа вообще прям... Я ей сразу понравился. Она пыталась узнать, как меня зовут. Ну и потом, когда мы пошли уже дальше из заброшки гулять, то есть все пошли вперед, а он один остановился, подождал меня. Потом нашли друг друга в соцсетях, начали снова уже вести диалог, как дела, что делаешь. Потом через четыре дня я продолжил встречаться. И так мы с ним начали общаться, встречаться. Сережа закончил только восемь классов и бросил... А, согласен, нахрен в ту школу ходить? Восемь классов, там, с головой, блин. Два плюс два каникулятора есть. Школа говорит, что учиться – это ад. И если честно, тут я его абсолютно понимаю. Молодцы, друг друга нашли. Мне очень сильно хотелось. Мравилось больше снимать видео всякие, выкладывать в интернет. Ты у нас блогер? Тиктокер? Видеоблогингом. К этому как-то у меня больше есть желание, тяга, чем к учебе. Но как блогер Сережа себя тоже не реализовал. А, я понял. Тяга есть, но как-то слабая тяга была, да, очень. Снял несколько видео для социальных сетей, а потом забросил это дело. Говорит, чтобы раскрутиться в интернете, нужно вложить в это немало денег, которых у него сейчас нет. Не соглашусь. В ТикТоке, вот реально, запомните, в ТикТоке деньги не нужны. В ТикТоке реально можно подняться, увидеть просмотры свои. И вот, кто хочет с чего-то начать, не Ютуб. Потому что Ютуб, я вам говорю, это когда ты новичок, ты выходишь, у тебя там ноль просмотров. Пять, десять, двадцать. А вот именно ТикТок, даже не Инстаграм. Вот с ТикТока хорошо начинать, как минимум понимать. Там тебе и монтаж сразу, музыка. Это лучшее на сегодняшний день, если ты хочешь хотя бы разобраться и попробовать себя. Потому что дальше, а с Ютубом это вообще отдельная тема. Сережа, так и я. Живёт со своей бабушкой-пенсионеркой, Ириной Генриховной. Ей 75 лет. Смотри, такая бабушка прям, да. У них большая трехкомнатная квартира. Мама Серёжа, Тетя Наташа, его девятилетняя сестра. Я не понял. Секундочку, телефон, что-то мне эти сигналы пускает. Свободен. Продолжаем дальше, чем-то не отвлекать. Специально не буду вырезать, чтобы вы понимали, в жизни бывает происходит по-разному. Аня и новый муж тети Наташи живут отдельно, совсем рядом, за пару домов. Семья у меня спокойная, благополучная. Спокойно живём. Все каждым своим делом заняты. Тёте Наташа 38 лет. Она уважаемый в городе человек. Опытный риэлтор. Зарплата у неё в среднем 50 тысяч рублей. Углашаемый. Что совсем немало для Краснотуринска. Она финансово помогает Серёже, даёт ему деньги и покупает одежду. Мой Серёжа пока не работает, так как не знает, в какой именно сфере хочет зарабатывать деньги. Из-за этого у него с мамой часто бывают конфликты. Я устала тебя уже содержать. Ты устала тебе там всё покупать, что-то делать. Ты уже большой мальчик. Уже должен работать. Чего вы прокопали ко мне с этой работой тупой? Да потому что от этой тупой работы, как ты говоришь, там деньги зарабатывают, на которые можно купить всё себе. У него проблемы с детьми. И одежду, и покушать. Вот так вот растишь, растишь. А она, сказать, она неблагодарная. Серёжа, хватит уже. Учиться не хочет. Работать он не хочет. Мне стал грубить, бабушке стал грубить. Иногда ударить охоту. Бывает настолько обидно, вот прям до слёз. Серёжа, как и я, вообще не знает своего родного папу. Никогда его не видел. Да и стремление его найти у Серёжи нет. Так как он очень подло поступил с его мамой. Я про этого человека не знать, не слышать ничего не хочу. Он обокрал нашу семью. То есть он украл золото, он украл моего папы деньги. И то есть, когда мы поняли, что он обокрал, я просто беременная была уже, да. И я его сразу же выгнала отсюда. Ну, в принципе, я вообще никогда в жизни не задавал себе такой вопрос, где мой папа. В принципе, я без папы вырос. Нормально. С мамой Серёжей я ещё лично не знакома. Мы общались только один раз по телефону. То есть мне был звонок. Я беру трубку. Здравствуйте. Меня, говорит, зовут Наташа. Я, говорит, девушка Серёжа. И я его очень сильно люблю. Это они так, как потом выяснилось, со мной пошутили. Мы с ним играли, оправдали действие. То есть он мне загадал, чтобы позвонил Ивана маме и сказал, что я его люблю. И когда она узнала, что мы встречаемся, она, конечно, была против. Сколько можно? Ты Наташа, Наташа, ты постоянно у неё. Сколько можно туда ездить вообще? Не надоело ещё? Нет. Хочу с ней гулять. Ваше это дело. Я не хотела, чтобы Серёжа встречался с девушками. Я хотела, чтобы он всё-таки встал на ноги. Встречался с мальчиками, потому что с девушками у нас это ненормально. Почему ему Валера не нравится? Хороший мальчик, работает. Хотя бы устроился на работу, чтобы имел какой-то доход. А потом уже заводить какие-то отношения с девушкой. После 30-ти желательно. А вот моя бабушка пару раз видела Серёжу. И он ей не понравился. А, короче, Аполл, ни там, ни там семейство не полюбило друг друга. Я уже, я уже, я не могу, я начинаю уже злиться. Он не даёт ей самой учиться во время урока звонки, во время домашнего здания звонки, во время сна уже спать надо звонки. Постоянно он приходит её гулять, зовёт, приезжает. Какая у неё учёба? Да никакая. Нам любовь важней. Ну, какая уже разница, что кто думает о Серёже и о наших с ним отношениях. Ведь я от этого человека жду ребёнка. И точно знаю, мы вместе навсегда. О, ой, моя любимая, прямо-то вот это моя любимая. И мы вместе навсегда, до конца жизни, ты моя любовь. Просто будем с тобой вырастить внуков. Пройдём с тобой сквозь все года. Та-дам. Ну-ну. Конечно, как Чен скажет, такое бывает. Бывает. Исключение. В лотерею тоже кто-то выигрывает. А вот, но, судя, что ни тот, ни второй умом не блещет, будет весело. Интимная связь у нас с Серёжей случилась первый раз только через полгода, после того, как мы начали встречаться. В подъезде? Он ещё предлагал, предлагал заняться сексом, а я специально натягивала время. Вообще, я боялась, потому что, а ему надо было. Он ещё пытался, 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 пытался. Ну ладно, лучше раз. Хочется, но уже была уверена в нём, что мы будем с ним надолго, что он не бросит. Мне захотелось больше, чем отношения. Я ей предложил, давай попробуем заняться сексом. Она была ещё девочкой. Получается, я её лишил в детстве. От презервативов мы отказались практически сразу. Согласен, нахрен это всё. Это вообще, да, тьфу, беременность, венерические заболевания, это всё не то. Вообще, нахрен, согласен, выброшены только зря деньги. И предложил заниматься любовью без них Серёжа. Занимался сексом в презервативе как-то, ну не очень удобно. Вообще, да, вот с ребёнком это удобно сразу. Бац, у тебя ребёнок, какого-то удобно, на всю жизнь сразу проблем нет. А с презервативом согласен. Вообще, блин, хрень полная. Фокна другу своего маленького. Ну, сначала, первое время, когда он, говорю, давай без презервативов, я, конечно, боялся, что, ну, вдруг забеременею. Как он говорил, то, что у большинства мальчиков есть варикоцели. Он умное слово прям знает, варикоцели прям выучил. А, это, это где ты такие учил моменты? Есть такая хрень. И что, оно это просто делает ниже забеременеть шанс. Но не лишает шанса сделать ребёнка. Из-за этого они не могут иметь детей, пока не сделаешь операцию. Ага, а он откуда знает, что у него варикоцели? Он, типа, УЗИ проходил, типа, тебе сказал? Ну, поверю, что он не может иметь детей. А потом, ой, о, чудо, чудо, излечился. Нет, ты варикоцели уже. Ты видел, что было? Ну, было, пропало, видишь? Сам Господь Бог послал. То есть, потом, Серёжа так пошутил, и у него нет проблем со здоровьем. Ну, ты прям Петросян. Прям вообще, шутка, бомба. О, песня. Сначала я посмеялась над его шуткой, но когда поняла, что у меня задержка месячных, мне стало не до смеха. То есть, у тебя реально этого ничего не было. Ты что-то продашь, побежали, мужское бесплодие. Ну, причиной бывает варикоцели. О, буду говорить, что у меня варикоцели. Я понял то, что их нет в месячных две недели. Я сразу понял то, что что-то не так. То есть, они должны были уже начаться две недели назад, а их всё нет. Я сразу написала сообщение Серёжа, чтобы он встретил меня со школы и обязательно купил тест на беременность. У меня никогда не было то, что у меня там не бывает там на день позже, на день раньше. То есть, у меня в определённые дни они были всегда. А тут их нету. Но я подумала, ну, может, правда беременна. Вопрос у меня один. Где нам сделать тест? У меня... В смысле, где? Ну, точно не на улице, но в туалет заходишь и делаешь там, не знаю. Дома бабушка. У Серёжи тоже. В какое-то заведение зайти. Общественный туалет. Я решила позвонить своей подружке-однокласснице Аньке. Зачем так заморачиваться, всё усложнять? Ну, реально, зайди ты в кафешку уже. Хочешь в любое общественное место, туалет и сделай себе там тест. Она не пошла сегодня на уроки и дома сидит одна, так как её родители работают допоздна. Но говорить ей, что могу быть беременна, не стало. Рано ещё делать какие-то выводы. Поэтому просто попросила её забежать к ней в туалет. Якобы мы с Серёжей сейчас рядом с её домом. Но признаюсь честно, если я окажусь беременна, я буду безумно рада. Серёжа, думаю, тоже. Однажды мы говорили о детях, и он сказал, что хотел бы стать папой. Мне захотелось ребёнка. А дождаться там, типа, Ляна Тес посмотреть, да? Согласен, нахрен. Нянчиться захотел, воспитывать. Когда видел на улице маленьких детей, мне тоже захотелось маленького ребёнка. Не просто как игрушка, чтобы свой родной ребёнок был всегда... А работать то будет? ...с мной, чтобы всегда потом помогал в будущем. Я вчера захотела ребёнка, потому что я захотела побыстрее съехать от бабушки. То есть мне захотелось более свободы. А, ты уже захотела ребёнка? Ты сразу не хотела ребёнка? Сказала, что он бесплодный. А тут такая, я уже захотела ребёнка. Чтобы делать, что я захочу. Приходить, например, сколько я захочу. Чтобы быстрее просто съехать от неё. Жрать то, что ты захочешь, если, конечно, будет что жрать. Вот правильно? Ты с Серёжей? Самостоятельная. Две минуты длились вечно. Я очень переживала, что покажет тест. Две полоски. Я очень... Да, я очень... Да, я очень... Да, да. Что-то такое внутри? Я буду... отцом. Больше буду дисциплирован. То, что я... Дисциплирован. Смогу подавать пример ребёнку. Когда я взял две полоски, я одновременно и радостная, но больше я была напугана. Как об этом говорить бабушке? Как она вообще отреагирует? Ну, она должна знать. Я понимаю то, что она должна знать, но я ей точно рассказывать не буду. Может, как-нибудь... У них у двоих, я смотрю, проблемы с дикцией. Потом я ей расскажу. Ну, я своей маме сегодня расскажу. Ну, маме своей, как бы... Ну, зачем вообще кому-то говорить? Может, пока это встанье поддержим? Да, согласен. На седьмой неделе, когда уже вылезет, скажем, по-моему, уже себе трошки поправляюсь. Я вижу то, что твоя мама меня как-то не очень любит. Ну, она тебя не любит, но я тебя люблю очень сильно. Несмотря на то, что я понимаю, что рано или поздно нужно будет сказать бабушке... Это юношеская любовь, я вот это вообще обожаю. И она, мне кажется, действительно меня убьет. Сейчас я абсолютно счастлива. Мы с Сережей станем родителями, создадим свою семью. Что может быть лучше этого? Конечно. Сережа проводил меня до дома. Он сказал, что его мама сегодня придет к ним домой помочь бабушке с делами. И он все ей расскажет. Ой, мама рада будет. Я боюсь. А вдруг тетя Наташа отговорит его от нашей беременности. И он вообще меня бросит. Тут такое дело. Наташа беременна. Что? Ой, господи. Бабушка счастлива. Ну, конечно, я очень расстроилась. Мне очень обидно. Что вы натворили-то? 16 лет. Мозги-то где у тебя? На месте. А у нее где? Я в очередной раз поняла, что у Сережи головы нет. Твое воспитание, мам. Это же твой ребенок. Кому вопросы? Я хотела своему сыну лучшую судьбу. Хотела. Я не знаю, что делать. Теперь после этого всего я не знаю, что делать. Воспитывать правду-ка? Они просто меня сведут в могилу. Вот и все. Ты просто безответственна. Ты не подумаешь, как дальше жить. В общем, вот эти две полоски это еще не факт? Это вообще не факт. Тесты бывают, обманывают. Бывают. пойдем в женскую, сделают УЗИ, посмотрят как бы и точно уже скажут да или нет. Ну, по-настоящему скажут да. Серьеза не позвонила, сказала. Некоторые мне писали там в комментариях две полоски или три чент. Реально бывает такое, что две полоски и может показать. Но я же говорил, если ты нездоровый, у тебя могут быть какие-то там болезни, то такая хрень реально тоже возможно показать две полоски. Но если мы берем в пример, что ты ничем не болеешь и так далее, то шанс а-ля ложного теста очень минимален. Ну, да. Как говорится, раз в год и палка стреляет. То есть, ну, если прям думаешь, а, ну, проверю, ну, сходи на УЗИ, я думаю, там покажу. Да, у вас там переменность. Завтра его мама хочет вместе с нами пойти в больницу и проверить, действительно ли я беременна. Ну, там срок должен быть хоть какой-то. Я очень переживаю, ведь я тетю Наташу еще не видела. Мы не знакомы лично. Я хотела отказаться, но Сережа меня убедил. Пообещал, что в обиду не даст. А где они занимались всем этим этаким непол? Это один раз произошло в парадном или где? То есть, не уточнялось, что кто-то на ночь оставался там или куда, что. Где-то прятались. Утром я встала, как обычно, и сделала вид для бабушки, что иду в школу. Но на самом деле меня под домом уже ждал Сережа, чтобы пойти в больницу. С его мамой мы встретились у дверей женской консультации. Здрасте. Да уж. Не так я себе представляла нашу первую встречу с тетей Наташей. Помните, тетя Наташа вам звонила, говорила, что мы встречаемся. Вот, видите, как в воду глядела. Вот на первый взгляд мне показалась хорошая девочка. Она настолько стеснялась, мне ее в какой-то степени даже жалко стало, зная моего сына. Я вижу у вас беременность. Вот здесь вот четко видно желточный мешок, эмбриончик. На сегодняшний день размер эмбриона 8 миллиметров. Да, это начальная стадия. Что соответствует строку 6 недель, 6 дней. Когда врач подтвердил, что Наташа все-таки беременная, я так сразу подумала, что все мы влепли. Спасибо сыну за это все, конечно. Пока мы с тетей Наташей были на УЗИ, Сережа ждал нас на улице, так как врачи разрешили находиться в кабинете только одному человеку. И Сережина мама захотела лично услышать от врачей, что я беременна. Ну что сказали? Ну что сказали? Вы беременны. И что делать будете? Рожать. Я вот не понимаю, как так можно было не обдумать все вообще? Как-то спонтанно все получилось у вас. Мы хотели ребенка. Мы хотели. Я против абортов. Я считаю, что это очень большой грех. Это я считаю как убийство. Я как бы на себя такую ответственность брать не буду. Я бы своей дочери никогда бы не пожелала аборта. Бабушка-то знает? Нет. Может, вы ей скажете? Я вообще как бы твою бабушку не знаю, да? То есть, как я буду звонить? Я больше выбираю счастливое будущее ребенка. То есть, если, блин, рожать как котово, потом им не давать нормальной жизни, чтобы они, блин, какие-то были беспризорники, ну такая себе. Не хотел бы этим ребенком бы оказаться. Или потом, чтобы в дип-доп забрали. Многие меня уговорили. Тетя Наташа пообещала уже сегодня набрать бабушку. Хорошо, что сообщать ей такую новость буду не я, хотя достанется мне. Сережа проводил меня до школы. Я как раз успеваю к третьему уроку. Всю дорогу мы обсуждали нашу беременность. Я не могу передать словами, как я счастлива. Я буду хорошей мамой. Я сидела с маленькими детьми, то есть, я знаю, как их накормить, как правильно их взять, переодеть. Ну-ну. Ну это будет мать обеспечивать. Судя по всему, кто там более-менее зарабатывает. Только она. Сережина, мама. Наташа. Кто же Наташа зовут? Или по-другому? Алло? Нина Леонидовна? Да. А, бабушка якобы типа не знает. Беспокоит Наталья, а мама Сережи. Вы знаете, тут Сережа с Наташей ко мне подошли и сказали, что Наташа вроде бы беременна. Мы сходили в женскую и... Лицо, когда ты очень счастлива. Подтвердилась. Наташа беременная. Она вам боится это сказать. Блин, вообще... Мне почему-то кажется временами, когда снимается какое-то шоу, ну реально и могут не сообщать, что снегка про беременность, то есть, возможно, там какая-то другая история придумывается. Ну, я так думаю. Типа, мы там снимаем что-то там про ребенка, что она, может, какую-то анкету там подала, что она трудный ребенок и, типа, пытается перевоспитаться. Ну, это же легко придумать эту всю историю. А потом уже по факту, бац, типа, а, мы, оказывается, снимаем про беременность. Вообще хотелось умереть. Что умереть от этого позора. Вы что творите? Я сама в шоке. Что-то надо решать. А что решать? Что решать? Аборт не надо делать. Что решать? Ничего не надо решать. Ужасно, конечно. Это идиотский поступок. Бабушка за аборт. Сережа прислал мне сообщение, что его мама уже все рассказала моей бабушке. После уроков я сразу пошла домой. И я уже догадывалась, что меня сейчас ждет. Ты что, вообще чокнулась? Нет. Наташ, ты школу не закончила? Ты в девятом классе учишься? Какой рожать? Жила в восьмом. Я говорю, девять аборт. Почему? Ну, почему? Я говорю, Наташ, какой аборт? Там даже нету человечка. Там один эмбриончик. Она же уцепилась. Нет. Нет рожать. Ну, родишь ты. Все. Жизнь у тебя оборвалась. У тебя будет ребенок. У тебя будет дом. У тебя не темный муж будет. Да? Который ничего не хочет делать. Кроме себя никого не любит. Это очень неадекватный человек. Очень неадекватный. У него, во-первых, ни грамма ответственности ни за себя, ни за кого-либо. Не учится, не работает. Он живет на бабушке на шее. Мама его обеспечивает. Я не знаю, как человеку можно доверить такому человеку. Это ее на мнение. То, что добра не будет. Ну, просто ей он не нравится. То есть она весь ребенок только плохая. А мне он нравится. Я вот начинаю вот говорить. Мне так прямо не то, что мне быть хочется, мне орать хочется. Потому что я вижу, что ты в яме сидишь. Ты сидишь в яме. Я приятного жить. Это кто так решил-то? Я. Я, во-первых, за тебя несу ответственность перед законом и перед твоей царством небесной мамой. Я буду решать, куда и где ты будешь жить. Пока я опекун. Все, иди отсюда. И после этого я про себя думаю, я с ней больше разговаривать даже не буду, даже видео не хочу. И самое главное, чтобы не было ребенка, то, чтобы не ходили слухи. То, что вот у нее заберемененовнучка в таком маленьком возрасте. А то, что внутри я буду чувствовать, это как бы вообще никаким боком не касается. Неважно. Бабушка своими слезами мне кажется просто хочет надавить на меня. Ну, закадровая озвучка не ее голоса. То есть какой-то другой девчонке голос, более внятный, и так далее. Слышите? Ну, мне все равно на этом. Я сразу написала СМС Сереже, что меня хотят отправить на аборт. Он сказал, чтобы я собирала вещи и переезжала к нему. Со своими он договорится. «Тебя кто отпустил-то? Тебя кто отпустил-то? Сережа, никуда не пойдешь. Наташ, а думай, а ты что делаешь-то? Никуда ты не поедешь, ты будешь жить дома, здесь спать, вот на этой кровати. И про то, чтобы предотвратить беремену». Она такая запуганная, я смотрю на нее, она замкнутая, зажатая. «Мы с тобой еще разговор не закончили. Попробуй только выйти из комнаты». «Я понимаю, да, что он у нее стал как бы и первый мужчина, и первый парень, что это первая любовь, она всегда слепа и зла. Но это проходит, это проходит, и люди осознают». «Я знаю одно, я все равно буду жить с Сережей, а без бабушки справлюсь нормально». До конца жизни. «Все смерти мамы ежемесячно я получаю 10 тысяч рублей и пособия от государства. На эти деньги мы сможем себя прокормить. А Сережа в ближайшее время найдет еще и работу. У бабушки нет выбора. Ребенка я рожу, и я все равно от нее уйду. Не сегодня, так завтра». Мы прям реально начинаем с самого начала, девятая неделя. Последние недели бабушка каждый день мне рассказывает про аборт. Дедушка вообще со мной не обсуждает эту тему. Микроссорды решаем. Делает вид, что ничего не произошло. Анька тоже в курсе всего, но ничего не говорит. Наверное, боится бабушку и не хочет в это влезать. То, что Наташа забеременела, это дебильный и необдуманный поступок, потому что она не получила образования, но им нужно было просто подумать об этом. Сережа каждый день мне говорит, чтобы я переезжала к нему. Но я не могу этого сделать без разрешения бабушки, ведь она действительно перед законом за меня ответственна. И если органы опеки узнают, что я в 16 лет живу не с ней и что я ушла из дома, меня вообще могут забрать в интернат. Еще Сережа сказал, что оказывается вчера моя бабушка позвонила его маме и пригласила к нам домой на встречу. Тать Наташа будет настаивать, что она против аборта и что ребенка нужно оставлять. У меня появилась маленькая надежда, что после этой встречи бабушка примет мою беременность. Нина Леонидовна звонит и зовет меня с моей мамой к ней домой поговорить. Я, честно говоря, была очень удивлена. Здравствуйте, дорогие родственнички. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Даже боюсь предположить, о чем она хочет поговорить конкретно. А потому что все очень плохо. Потому что вот такой у нее сын. Школу посещала, не пропускала. Вообще не пропускала. Она там говорила, что я вообще в школу нахрен не хожу. Спала в два, в третьем приходила домой, да? Уроки обязательно. Восемь, ни минуты более дома. Где они успели это сделать? Я почему подозреваю, что вы предоставили ему квартиру? Во-первых, я их даже не знакомим. Я их, простите, в постель не ложила. Более того, когда мне Наташа звонила и говорила, я люблю Сережу. Я ей сказала, не надо. Меня никто не услышал. Не надо его любить. А тебе она первой сказала, что она беременна. Почему она меня вот в этом обвиняет? Ну, не знаю. Может быть, это неправильно, то, что она ее опекун, а я, ну, на самом деле, как бы в данный момент никто. Есть риск того, что первый аборт, тем более, ей еще нету 18 лет, да? Что в дальнейшем она может вообще никогда не родить? Это такая штука, типа, сейчас медицина настолько развита. Есть риск? Да, конечно, он какой-то есть. Вообще есть риск вообще не родить ребенка, даже без аборта. Есть риск? Есть, бесплодие. Тут как бы, блин, ну, не знаю. А есть риск быть несчастной, а есть риск несчастного сделать ребенка. Но... Мне просто она будет принимать таблетки, две или одну, одну. И у нее пройдет это месячными. Но у нее остается все, как есть. Она и будет рожать. Мне как-то жалко, вот честного слова. Что дело каждого? Я не за аборт, и я не против абортов. Я... Печную головку. Что там же... Там даже неизвестно, мальчик, девочка, там нет ничего. Известно. Пол ребенка зарождается в момент сперматозоида, когда соединяется сисеклетка. Там уже известно. Только оно еще пока, аля, не развилось. Хотя, какое там, девятая неделя, сказали? Девятая-десятая неделя это уже эмбрион начинает, в общем-то, формироваться в мальчика, в девочку. А на двадцатой неделе уже явно, даже чуть раньше можно уже увидеть пол. Просто яйцеклетка. Нет. Ну да как? Девятой недели нет. Ну дайте вы ей доучиться. Дайте. Да будет, мол, вот она будет сдавать учиться. Это уже такое вот, поверь мне. Ну похоже на человечка. Давай ее, дадим ей возможность, давай ее, говори, чтобы она хотя бы кончила девять классов. Уговори ее, чтобы она не переезжала к вам. Пусть она живет дома. Под моим контролем она кончит школу. У нее все она решила, она хочет рожать. И тут ее, мне кажется, не я, даже если бы я вот захотела, да, не вы, ее просто никто не переубедит вообще. но я это поняла. Она... Пока у нас дома тетя Наташа и Ирина Генриховна, я решила не идти туда. Не хочу попадаться под горячую руку бабушки. Кроме того, мне нужно вместе с моей подругой Антей сделать стенгазету для школы. Я пока ничего и не рассказывала о беременности, но сегодня и решила поделиться этим. Ты что с такой грустной вины сидишь? Ничего. Да говори. Я беремен. Жесть. Я в шоке. Я же тебя предупреждала. Предохраняйся. Я хотела ее убить, придушить, потому что это настолько тупой поступок. Человеку сначала нужно получить образование, начать получать заработок какой-то, а потом уже думать о детях. Почему сразу думать, что если все, ребенок, у тебя никакой жизни не будет? Он вырастет, пойдет в садик, в школу, ты так же спокойно будешь учиться, работать. Сережа бросил, наверное? Нет. Он больной на голову. Это написано у него на лице. Сережа очень мерзкий, эгоистичный. Прямо я вижу, там все друг друга так любят. Прямо царит любовь. Сказывает вечно какой он крутой, а по сути в жизни он ничего не добился. Он же я не знаю, я не знаю, как ты вообще могла с ним связаться. Они на мнение, мне все равно, то, что ей не нравится, то, что я встречаю Сережу, то, что беременность ему не нравится. Когда я вернулась домой, тети Наташи и Сережиной бабушки уже не было. Я даже не знаю, о чем они говорили и к чему пришли. Но бабушка смотрела на меня очень странным взглядом. Она позвала меня на серьезный разговор. Думала я, думала. И вот скажу я тебе свое мнение. Ладно, да? Ну, а думала ты рожать, переезжать. Переезжай. Ну, пусть так и будет. Но как ты только уйдешь, да, отсюда. То больше ты сюда не вернешься. Не ляпни только эту хрень. Моя помощь к тебе обрывается. Жесть, конечно. Боже. Как ты? Я представляю, как с этой бабкой сложно жить. Это ужасно. Типа, ты уйдешь, все, больше ко мне не обращайся. Бабушке у тебя, боже. Ну, фу, блин. И обратной дороги переступить этот порог. У тебя не будет возможности больше. Как ужасно это. Потому что я не одобряю твой поступок, не одобряю твой выбор. Какой шантаж. Ты это хорошо знаешь, но ты решила действовать по-своему. Ну, решила, решила. Конечно. У всех судьба в своих руках. Ну, вообще вот ее поведение такое отрешение от нас. Как будто вот она живет как бы в чужом доме. Да-да, я скажу, с такой, как ты, и жить. Я представляю. Это так еще на камеру нам показывают. Если такое ляпать, если уйдешь, тебе дорога закрыта и так далее. Отказаться от собственной родной внучки? Ума палата, когда у девочки еще и матери нету. И все ей чужды. Не отца. Все против нее. Это очень угнетает. Вот это отношение очень угнетает. Я в шоке, что бабушка меня отпускает жить к Сереже. Это самая радостная новость, которую я могла услышать. И даже настрать, что она отвернется от нее. Да. Я рада. Я пошла вещи собирать. Неужели моя жизнь с ней закончилась? В гробу я тебе видала. Я сразу сообщила Сереже, что я могу переехать к нему. Но тут другой момент, понимаете? Возможно, она вернется. Если там все пойдет по одному месту, то придется куда-то же возвращаться. не на улице жена будет жить. И бабушка там такая Ладно. И он сказал, что тянуть не стоит. И уже завтра мы перевезем к нему мои вещи. А, это все вещи? Прям много? Это все вещи, которые за жизнь собирались. Влезли в сумочку. Это приданое. Ой, будет трэш, я чувствую. Сегодня я пошла в женскую консультацию и встала на учет. Врачи говорят, что ребенок развивается согласно сроку. Никаких отклонений нет. Но вот у меня с самочувствием уже появились проблемы. Что, токсикоз? Я чувствую усталость какую-то. Токсикоз мочит. Вроде хочется что-то такое покушать. А когда ты начинаешь делать что-то, уже не хочется. То есть от запаха просто тебя начинает тошнить. Хочется кушать, а начинаю кушать, уже не хочется кушать. Но врач сказала, что это нормально. И так бывает у всех беременных. После больницы я решила не идти в школу. Я сильно устала и хочу просто поваляться, ничего не делать дома. А Сережа договорился встретиться со своим другом и переговорить с ним по поводу работы. Дом у меня, кстати, теперь новый. Это дом Сережи и его бабушки. И, честно говоря, мне тут очень некомфортно. Ты посмотри, а? И тут тебе некомфортно. Ведь бабушка Сережа постоянно ко мне лезет с вопросами и замечаниями. Наташа, а ты почему не в школе? Ну, какая разница, почему они в школе? Как это какая разница? Ты должна учиться. Я была в больнице, мне надо было в больницу. Ну, побыла в больнице, а потом пошла в школу. Ну, это не так быстро, как вы думаете, то, что вот, посидел пять минут в больнице и все, обратно в школу. А то в поле больницы уставшая, не могу сразу и туда, и туда ходить. Пришла в чужую семью, могла бы как-то быть разговорчивей и делать что-то. Она же так ничего не делает. Поела, пошла в комнату и лежит там. И даже, я говорю, вредно ведь лежать, но надо как-то двигаться. Хотя срок там еще не такой, что прямо аж... Она не двигается путем. Конечно, я думала, что если я перееду к Сереже, то аннотации не будет. Но получается то же самое. Практически ничего не поменялось. В общем, как развели беспорядок, бери и убирайся. В комнате? Хорошо, я приберусь, здесь я приберусь. В зале мы с ним не сидим, так что в зале прибирайтесь сами. Я, конечно, не довольна такой девушкой. Мне очень обидно, что мне приходится все самой делать. Мне 74 года, я думала, от них какая-то будет помощь. помыли посуду, где-то убрались. Этого нет. Это не моя квартира, это не мой дом. То есть жить как бы я хочу, но если что, это не моя квартира. Я чувствую комфортно и прибираться это мне не должно. Я уже понимаю, что Сережина бабушка нам нормально жить не даст. Будет постоянно лезть со своими советами и нравоучениями. Я решила поговорить с Сережей о том, чтобы снимать квартиру и жить отдельно. Да, интересно, мне за чей счет банкет устроим. Жду, когда он приедет домой. Квартиру снимать. Нормально все? Она очень беременна. Блин, Серега, я тебе скажу, ты, конечно, дурочок. Я выпал прям конкретно. Конечно, это для меня странно. Вообще, я не одобряю. Это очень рано, как бы, это сами дети, они считают по факту. Для меня дети вот в 25. Поможешь найти работу? Ну, на подработку, что там, автомойщиком можно, продуктовым, официантом. Ты что, этого не хочешь? Там, копейки, за гроши. Работать там по 15, по 16 часов в магазине, стоя на ногах весь день и кушать в день 2-3 раза, это очень мало. 2-3 раза в день кушать, это очень мало, согласен. Но надо хотя бы раз 6-7. 2-3 раза в день кушать, ну, это что это, блин, за питание трехразовое? Ну, завтрак, обед и ужин. А где еще раз 5? Особенно для молодого организма. конечно. И работать за копеечку я не собираюсь. Да, только нам нужно, в общем-то, помощник директора хлебозавода, ну, либо IT-специалист, умею загружать видео в TikTok. Вот. Другую, в общем-то, вакансию не рассматриваю. Когда Сережа вернулся домой, он сразу сказал, что у Ромы нормальных вариантов работы сейчас нет. Я решила не затягивать и сразу ему сказать, что не хочу жить тут с его бабушкой. Смотрю, какая коммерция. Ну, и что? Давай с ними. Мы эту квартиру не потянем. Ты видела, сколько она стоит? Ну, это ты же не работаешь. Ну, я тоже так не могу. Если бы он хотел работать, он бы, не знаю, на любую работу бы нашел. На любую работу бы пошел, чтобы только работать. Да. Где только есть возможность. Да. Я сам решу, когда мне устроиться на работу. Когда? Наташа, ты плохо живешь? Я живу нормально, но хочу, чтобы мы жили с тобой отдельно. Наташа такая умная, она сама никогда не работала, не знает, что такое работа, как ее найти. Иди работай. Это надо много ходить, искать, это надо узнавать. Ну да, это надо как бы вообще-то найти согласие, это надо начать, это очень сложно. Я тебя понимаю, как бы, ну, ты же ребенка хотела, а так это, ну, это работа, это совсем другое. Если она такая умная, пусть она сама идет работать. Я решила сейчас не закатывать Сереже скандалы. Какие шикарные отношения. Ведь я всего пару недель назад переехала к нему от бабушки. Найти работу за такой срок действительно непросто. Непросто, нереально. Я периодически буду напоминать Сереже, что хочу жить отдельно. Ничего, скоро эта любовь покажет плоды. Уже показывает. Утром мы проснулись, и Сережина бабушка позвала его в свою комнату. Хотела поговорить с тобой. Ты видишь, как Наташа, она со мной не разговаривает путем. Ну, такой она человек. Ну, просто ты скажи, чтобы она ко мне относилась более уважительно. Я тут никто, как будто ей. Меня начинает это раздражать. И отношение становится к этому человеку хуже. Пусть она хоть немножко помогает. Я ей плохого ничего не делала и не делаю. Но не хочет тут жить ради Бога. Пусть идет. Ну, я понял. Я по этому поводу думаю, что Наташа ничего не делает дома, вообще ленивая. Когда она жила с бабушкой, она понимала, что если что-то она не сделает, то ей бабушке будет дома. Когда она осталась со мной жить, она понимает, что нет этой бабушки ее, и что ей никто не даст и из-за этого она спокойная. Поэтому я сейчас сам ей врежу, да? Живет и ничего не делает. Я, конечно, офигела очень сильно, когда услышала разговор, а она говорила, то есть какая я плохая, ленивая, вся такая офиговая. И он ее в этом просто берет и поддерживает. То есть он видит во мне плохого человека. Аль, ты мне ничего сказать не хочешь? Нет. В смысле нет? А что я тебе скажу? Ну, я так-то чувствую, что мы с бабушкой разговаривали. Ну и что, а твое какое дело? Большое мое дело. Ты говорил про меня. Ты кроме своего телефона ничего не умеешь делать. Ну ты что? Только лежать и х** страдать. Ты даже нормально приготовить это не будешь. Ты должна готовить, прибирать. Конечно, для меня это очень обидно было. Какой у них срач в квартире, это не мои проблемы. Они сами не прибираются и хотят эти обязанности просто перекинуть на меня. Но у них это просто не получится ни в каком случае. Мы с Сережей долго выясняли отношения. Я ему сказала, что раз он такой умный, то пусть в своей квартире все делает сам. А если хочет, чтобы я была нормальной хозяйкой, пусть снимет жилье, которое будет только нашим. Понятно. Вечером к нам пришла тетя Наташа. И бабушка Сережа умудрилась нажаловаться ей, что я такая ленивая и отказываюсь ей помогать. Я что-то не поняла. Вы что, офигели оба? Вы почему так себя ведете? Бабушка почему должна и варить, и убирать? А вы сидите там и ничего не делаете. Сколько можно-то? Мне это что-то не понравилось. Это, я считаю, это тоже воспитание. Но это, к сожалению. Да? Твое воспитание для сына той бабушки, для этой девки. Вы оба молодцы. Для нее это не мое воспитание. Твое воспитание, вот, сын стоит. Добро пожаловать. Понимаю, ты беременная, но ты должна помогать. Мы с тобой изначально договаривались, когда ты сюда пришла. Я тебе сказала, помогаешь бабушке чем только можешь. Я на нее была очень злая. Я говорю, может тебе вернуться к бабушке? А там уже все. Ребенка смогли сделать? Давайте уж будь добрый и дома все делайте. Я пойду на уступки. О, живот уже видно. буду помогать бабушке Сереже, чтобы меня не доставали каждый день. Но убирать все и постоянно я точно не собираюсь. И я жду от Сережи действий, что он заработает денег на аренду отдельной квартиры. Как он сначала начнет работать, для того, чтобы это все заработать? В школе о моей беременности уже все знают. И никто мне ничего плохого не говорит. Все просто молчат. А классный руководитель вызвала меня на разговор. И мы обсудили, что через полтора месяца я уйду на дистанционное обучение. Но на уроки я уже хожу очень редко, так как плохо себя чувствую. Тяжело на уроках просто. Ну, токсикоз, ты все время спать хочешь, не высыпаешься. Какие-то домашки делать, говорят, ну, у тебя просто времени нет. Нет времени. Тебе настолько плохо, настолько спать хочется. Вообще ничего делать не хочется. Вообще ничего. Просто бегать своими днями на кровать. И смотреть телефон, согласен. Вот на это силы есть. Сегодня я решила сходить к бабушке, чтобы забрать вещи, которые у нее еще остались. С тех пор, как я переехала, мы с ней даже не созванивались. Так, обменялись несколькими сообщениями. Не знаю почему, но я решила поделиться с бабушкой тем, что Сережа не ищет работу. Я же тебе говорила, предупреждала. Ты что? И что теперь делать? Ну, я буду все равно как-то заставлять ему работать. О чем вообще говорить, скажи мне? Потому что нормальной работы нет, зарплаты нормальной здесь нет. А какую ему нормальную надо без образования? Это человек, изгой общества. Ну, вот такой человек. Что еще сказать? Ничего. Просто, если что, вообще ничего не говорить. Из полезного, да, с ним разговаривать. Ну, ты хорошо, без меня это знаешь. Может, действительно, ты вернешься домой? То есть, мне раз... Где-то чем-то на мою бабушку тоже похоже. Она вот как-то ляпнет. Все! Твои ноги здесь больше не будет. Ну, там, в моей бабушке не такие были заскоки. Ну, тоже такое были моменты. Что-то ляпнет сначала, а потом, может, как будто ничего и не ляпало. Может, вернешься. То есть, сначала, блин, уйдешь, больше не возвращайся, а потом, может, вернешься. У кого есть подобные такие, а-ля родственники? Не важно. Мама, папа, бабушка, дедушка и тому подобное. То есть, такая хрень 100% есть у многих. Когда то, что-то есть, ляпнут, а потом, типа, как будто и не ляпали ничего. Начнем уже сначала. Ну, надеюсь, что потом все-таки может стоять. А, ну, ты все-таки как-то стоишь на своем, да, с ним жить хочешь? Ну, и все, тогда уходи, и дорога тебе все закрыта, поняла? Ну, как-то надеться, хочется на лучшее, а не на лучшее. Я хочу, чтобы она жила со мной, я хочу, чтобы ей было хорошо, как дома, комфортно, как раньше, к родителям. Побегаешь в улицу, прибежишь домой, в тепло, тебя мама накормит, обнимет. Ну, только у тебя что-то там внучка не сильно счастлива была, что она, блин, с радостью готова была свалить из дома. Я хочу, чтобы у нас так же было. Ты мне долго времени не звонишь. Нет, я тебе все, я буду тебе рукав дать, я тебе звоню. Ну, смотри. Давай. Ты знаешь, что мы тебя все равно любим. Мы тебя все равно любим. У меня есть надежда, что Сережа найдет работу, и что это произойдет очень скоро. Я не готова переезжать к бабушке обратно, так как понимаю, что она будет доставать меня и снова заставлять постоянно делать уроки. Хотя бабушка Сережа меня тоже достает, и после разговора Сережина и мамой я вынуждена два раза в неделю мыть полы. Но спокойно поупираться, конечно, у меня не вышло. Как ты моешь полы? Я как будто не умею мыть полы. Да, ты неправильно моешь. Надо взять хорошенько двумя руками. Я нормально мою. И Сережа даже так моет. Я нормально мою. Нет, неправильно. Меня как научили правильно мыть, так я мою. Тебя неправильно научили. Боже мой, какой трэш. Тут слышно, кто уже повзрослее, когда строите отношения. И вот это вот правильно, что не надо жить потом с родителями и так далее. Поэтому нужно хотя бы хоть как-то стать на ноги. Никто не умеет. Чтобы вот такой звездец не был. Знаете, я спокойно полы помою. Ну давай я тебе покажу. Ты неправильно полы моешь. Надо не зигзалом, а вот так вот. А ты вот так вот. Чего показывай. Знаете, я просто спокойно, нормально помою. Вообще, блин, в идеале, конечно, какую-то швабру для мытья пола. Потому что, ну, там, спину не напрягать. Вот она невежливая. Либо ей швабры самовыжималки. Я зря никогда не скажу на человека. Лучше бы ты вообще не мыла. Ума бы помыла. Да, кто говорит, не помогает, то когда мою пол, вот что-то не так. Ну я тебе просто показать хотела, как пол мыть. Не надо мне показывать. Я мою нормально пол. Да. Зло бы у тебя. Выше крыши. Настоящая ***. Я ее еще жалею, когда иногда плохо ей это самое. Вот жалость это. Мне боком выходит. Да. Ну правда, ну, очень надоедает. Она навязывается прям очень сильно. Пытается свою помощь показать. Это очень раздражает. Я не помогаю твоей бабушке. Это ей не нравится. Когда я помогаю мою полы, опять что-то не так. Мне не нравится то, что я на корточках и как я мою тряпкой полы. Я считаю, что бабушка права, то что она учит Наташу делать элементарные вещи по дому, которые справятся это восьмилетний ребенок, первокласска. Я уже не могу терпеть. Когда мы уже съедем отсюда, я уже не хочу жить с родом. Наташа, у нас денег. Никогда не съедем. Нету. Просто найди работу, буду получать пенсию и будем нормально жить. Я этого терпеть не буду. У Наташи характер полностью ***, потому что ей, когда говоришь одно, она тебе начинает говорить другое. Какая шикарная любовь, как они отзываются друг к другу так теплыми словами. Прям вообще, ну точно до конца жизни будут вместе. То есть получается между нами получается такая стычка. Я не знаю, как мне достучаться до Сережи. Он будто не слышит меня. А ведь я хочу элементарного, чтобы мы жили отдельно и никто не навязывал нам свои порядки. Я устала от ссор и вечером пошла к своей подруге Анке. Захотелось поговорить с кем-то, кто меня поймет. Улыбнись нормально. Да, вообще-то как-то, знаешь, нет настроения фоткаться. Почему? Сразу ругаемся. Чего ругаетесь? Сколько я с ним уже живу и его на башку просто с самого утра и мы только не успеем открыть глаза, она начинает сразу на мозги капать. Знаешь, отношения были бы лучше, а если бы мы жили отдельно. Я не жалею ее, потому что она сама выбрала для себя такую жизнь. Ее никто не заставлял беременеть, встречаться с ним. и вообще выбирать такую жизнь. Я тебе сейчас скажу, только не обижайся. Мне жалко в будущем только ребенка вашего, потому что у него родители... Абсолютно согласен. Вот за это я абсолютно согласен, что вот самый здесь потом, блин, пострадавший выходит ребенок, потому что они притру... Блин, там вообще-то в семейке каждая, по-своему, хорош, и вот потом это веселье ребенок. И вы что, у вас получится мать-одиночка, оконченный отец, как-то... короче... Все по той же схеме. Я, конечно, все понимаю, что Наташа моя подруга, и так нельзя говорить, но она просто тупая. Ну, какая... Она моя подруга, но она тупая. Она моя тупая подруга. Нормальная девушка, девочка будет встречаться с Сережей и уж тем более рожать от него детей. Самое ужасное, что Аня права. Я совсем не так представляла нашу Сережу семейную жизнь. Странно. Я даже задумалась, а нужна ли мне эта беременность? О, как ты еще вспомнила на 20-й неделе, на 30-й, вот прям, чтобы чуть-чуть подождить. Но уже ничего не поделать. На борт идти поздно, да и я бы не смогла убить своего ребенка. Остается только надеяться, что Сережа когда-нибудь найдет работу. Мы переедем и у нас все будет хорошо. Моя мама мне всегда говорила, надежда умирает последней. Ага. Ну-ну. Половина срока. Пол будем узнавать. У меня 20-я неделя беременности. Я наконец-то стала чувствовать себя хорошо. Токсикоз прошел и я могу нормально есть. Сегодня очень важный день для меня. Ведь я иду уже на второй скрининг и должны сказать пол ребенка. Сережа пошел со мной. Говорит, что тоже хочет увидеть будущего малыша. Он надеется, что у нас будет мальчик, так как мечтает воспитать настоящего мужчину. А если девочка, то откажемся от нее. А вот я хочу, чтобы была девочка. А, ладно. Мы начнем откажемся. Я могу, чтобы просто была девочка. Ей пачечки надо покупать, заботиться, косички заплетать, туфельки, все такое. А пацану только трусы купить и все. И вся жизнь у нее прошла, блин. Туфельки ему не нужны. Босику будут, как мы могли бегать. Смотрите, сердечко стучит. Ну и давайте вместе посмотрим, кто тут. Смотрите, ручку вытянул вдоль туловища. Видно хорошо? Да. Плечо, предплечье, кисть. Немножко прячется. Ну, четко видно, кто у вас. У вас мальчик. Без сомнения. Значит, косички не будет. Хотя, что, можно и мальчику косички сделать. Я когда узнал, что будет мальчик, я был гад, потому что его можно будет отдать в спорт, будет заниматься, сможет так же, когда уже буду в возрасте, он сможет за меня заступиться, так же и за маму сможет постоять. Ну, конечно, хотелось больше девочек, чем мальчику. Ну, и мальчику очень рада. Самое главное, то, что вообще этот ребенок есть, и то, что он вот, вот, сможет скоро родиться. Ну, в общем, все хорошо. У вас здоровый мальчик. Самое главное в вашем случае сейчас питаться правильно. Исключите из своего рациона все сладкое и мучное. Соблюдать диету. Наташ, я тебе говорил, не пей больше газировку. Я не хочу, чтобы наш ребенок родился больным. Только из-за газировки может родиться больным. Это стопудово. Ну, других причин быть не может. Вот доказано. Если газировка, то все. Это... Внимательно следить за Наташей, чтобы она нормально питалась, чтобы... Будешь лосось покупать ей, да, омега-3, омега-6, вот, мясо обязательно. Ребенок родился нормально. Я даже не представляю, как я смогу соблюдать диету. Ведь чипсы и газировка это для меня все. Буду пытаться есть меньше вредного, чтобы мой сын был здоров. Сережа позвонил своей маме и сразу сказал, что у нее будет внук. Она очень обрадовалась. Я своей бабушке тоже позвонила сразу и сообщила, но она сказала, что ей все равно. Я, конечно, расстроилась, но Сережа поднял мне настроение. Он сказал, что хочет официально зарегистрировать наши отношения. Чтобы я была его женой. Все должно быть по правилам. Если ребенок родится, то мы должны быть в официальных... Стопудово, это самое главное правило, а все остальное это хрит полное. Быть в отношениях. Вообще, я ждала то, что Сережа как бы встанет на колено подержит и ты колечко хоть не... А он, падла, ничего не сделал. Дорога. А он просто сказал, давай пойдем распишемся. Я все равно согласилась, так как думаю, что если я буду женой Сережи, он начнет понимать всю ответственность и, может быть, после этого осознает, что мы должны жить отдельно, нашей семьей. После больницы я захотела пойти к своей... После свадьбы жизнь изменится кардинально, прям все поменяется. ...маме, чтобы ей рассказать о том, что у нее будет внук. Сережа пошел со мной. Мне очень трудно без тебя, мам. Я уверена, что она была бы рада, то есть она бы даже слова про аборт не искала. Она была бы очень хорошей бабушкой. Мне без тебя, не было. Я прорыдала все полчаса, пока мы были у мамы. Сейчас ее поддержки мне очень не хватает. С бабушкой поговорить по душам я не могу. С сестрой вообще не общаюсь. С Сережей так же говорить сложно. Он не слышит меня и делает только то, что хорошо для него. Поддерживает свою бабушку в наших с ней конфликтах, работу не ищет. Я все еще надеюсь на лучшее. Но когда это лучшее настанет, даже не знаю. Вечером я осталась дома одна. Ну, как одна. Вместе с Ириной Генриховной. А вот Сережа пошел со своей мамой в строительный магазин, чтобы помочь выбрать ей новый смеситель на кухне. И еще его мама сказала, что у нее есть важная новость. Мне уже самой интересно, что же это за новость такая? Я тебе нашла там одну работу. Может, попробуешь пойти на нее? А что за работа моя? Там получается кафе разнорабочим. 15 тысяч обещают. Мама, это вообще мама. Я все понимаю, но куда деваться? Без аттестата он даже не может встать в центр занятости. Хотя бы там на какое-то время, может, ему бы там что-то подыскали, но его даже туда не имеют права поставить. Начнешь с этой работы, потом, может, пойдешь на повышение, что-то будет лучше. Я не думаю, что Аля там продавцом, кассиром, охранником, грузчиком, продавцом консультанта в магазин. Прям там аттестат нужен? Ну, серьезно? Мне что-то кажется, что нет. Ну, прям мне такой, а, ты школу не закончил, нет, тебе на кассу не садить, ты что, на кассу? Ну, это, это что, видишь, кнопочки. Ты ж дебил. Кнопки. Ты максимум, это, ну, макулатуру будешь собирать. Ну, нет, что за, в смысле? Ну, тут уже думать не надо, я уже устала, Сереж. Я понимаю. Давай завтра это самое. Может, типа, может, я что-то не знаю, напишите в комментариях. Я просто никогда не работал на кассе, в плане, типа, когда устраиваешься на работу, прям аттестат запрашивают? Чтоб, типа, как-то официально устроить, а по-другому, то есть, если ты школу не закончил, то ты в жизни работать официально не можешь? Вот такой, типа, взял и бросил школу. Все, типа, пиши, пропало? Официальной работы нету, или что? Сходишь туда, все узнаешь и начинай работать. 15 тысяч уже хоть на что-то будет хватать и сможем спокойно прожить хотя бы первое время на эти 15 тысяч. О! Вот мысль, лучше что-то, чем ничего, как минимум, уже лучше. Сережа пришел и рассказал, что его мама нашла ему работу. Конечно, я понимаю, что 15 тысяч рублей в месяц это вообще не деньги. А когда появится ребенок, мы на них не сможем нормально существовать. Даже с моей пенсией в 10 тысяч рублей. Нам этого не хватит, чтобы прокормить себя и сына. Но я рада, что Сережа выйдет на работу и будет хоть что-то зарабатывать, а не просто сидеть и ничего не делать. А вообще, у меня настроение очень хорошее, ведь я придумала, как сделать для себя жизнь в квартире Сережи и его бабушки позитивной и яркой. Смотри, показать тебе просто хочу. Вау, ну котенок прикольно. Давай возьмем его себе. Нет, вам лежать даже нечего, Денег тупо не хватает. Давай еще кота возьмем. У тебя ребенок еще будет. А давай кота. Я так подумал, давай хочу котика. Киску хочу. Ты что совсем? Ну почему совсем сразу? Мои бабушки аллергии, она не приносит животное. Вот я это и знала, я и хочу, чтобы у нас был котик. Чтобы твоя бабушка побыстрее. Здесь у нас в комнате будет. Она не разрешит нам нельзя нам котенка. Ну пожалуйста, ну давай. Ну пожалуйста. Мне два ушка и не приносит котов. он будет только здесь в комнате. Уговаривать Сереже долго не пришлось. Он согласился. Я смогла его убедить. Я понимаю, что у Сережной бабушки аллергия на котов. Насрать. Вообще назвать. Но я думаю, что она переживет это. У нее аллергия, но она переживет. В 75. Ведь я беременная и мне нужны положительные эмоции. бабушка, кстати, как бы и котик положительный. Если бабушка ласты склеит, тоже очень положительные эмоции я получу. Уже на следующий день мы с Сережей забрали котенка. Я представляю, бабушка сейчас вообще устроит вырваные гоны. Скажет, вы скотины смерти, вы их хотите. какой нахрен кот. О боже, что происходит. Моя беременность развивается хорошо. Еще взяли кота такого огромного. Там не котенок был. Вы видели там, там мама целая уже, а не котенок. Там кот целый. даже уже появился живот. Причем он вырос и стал большим всего за месяц. Чувствую я себя отлично. Выполняю рекомендации врачей и не им ничего вредно. Мы с Сережей уже подали заявление в ЗАГС. Но там большие очереди и распишут нас только через месяц. Кстати, Сережа уже три недели работает. Уходит рано из дома и приходит очень поздно. Но его бабушка умудряется ему вынести весь мозг, пока он дома. И все из-за нашего котенка Микки. Микки? Как у меня птичку зовут? Микки? На мою коже. Убирай кота скорее. Сережа! Сережа! Убирай. Я больше не могу с этим котом. Меня все передергивает, когда я вижу кота, я не могу. Брезгу этих котов не могу. У меня аллергия на них. Я и есть пить, у меня кашель побивается. Давай кота уберем. Это Наташа она заставляет. Ну и что? Вот если кота уберем и она уйдет. Ну пожалуйста, пусть уходит. Она пришла в семью. Если она тебя любит, она сделает по-твоему. Она просто упертая вот такая. Наглая, да? Это с ее стороны очень плохо. Она не уважает никого, кроме себя. Видишь? Укусил. Даже через скалкурку. Не вижу, бабушка. хрена себе, котик. Ты успокойся, не плачь. Мне кажется, Наташа с этим котенком только... Может, она бы хотела ногой бутснуть? А он там убивается надо мной. Видит, что я нервничаю. Поэтому она так поступает. Ты кота выпустила. И что? То, что выпустила? Он нам не нужен. Нужен он нам. Не нужен он нам еще. Нужен. Убирай его, я тебе сказала. Я не буду его убирать. Он выбежал, бабушку поцарапал на крови. Они атакуют, привет. У меня такая реакция. Ой, уберите его, уберите его, быстрее отсюда. То есть, я не понимаю на реакции. Как будто это тигр какой-то. Пусть живет лучше в саду, либо отдавай его, чтобы он с нами не жил. Он будет с нами здесь жить. Бабушка против, мы живем все вместе. Должна быть дружная одна семья. Так просто не надо на него наезжать. Это просто котенок. Я тебе сказал, убирай этого кота. Я сказала нет. Он нам не нужен. А мне нужен. Мы его дадим сегодня, завтра. Я сказала нет. Нет, этого кота больше тут не будет. Нет. Кот, это приехать Наташи. Я сам не хочу кота. Скоро будет ребенок и нам до этого никак не будет. Я буду на работе и надо будет успеть. А если кот реально атакует, но если это была правда и не бабушка его дзыхнула, а он напал, бля, с ребенком очень опасно. Они же реально не котенка взяли. Они взяли какого-то взрослого кошака, который уже с каким-то своим уже характером. То есть хрен его знает, кто его как воспитывал и так далее. Это был взрослый кошка или кот там непонятно. Не рассматривал. И у них, прикиньте, ребенок будет. Это тоже большая опасность, как себя кошка потом поведет с ребенком. Ребенка накормить, ложить спать, ребенка одежду постирать, мне приготовить, покушать, потому что с работы я буду проходить уставшую поздно вечером. Я не понимаю, как маленький котенок может вызвать такие большие... Это он не маленький. Ты маленький котенка видела? У вас уже мамонт здоровый, а не котенок. Котенки выглядят по-другому. ...рессор. Его бабушка меня просто достала. Сережа ушел на работу. Он сказал, что вопрос с котом мы не закрыли. Но я обсуждать эту тему больше не собираюсь. Да он кусается, я вижу. Ой, Наташа, я уже не могу с ними жить. Ты видишь, что творится. Все вызывайте скорую. У меня и голова болит, и давление, все у меня. Она говорит, я для нее никто. Кто вы мне? Никто, говорит. Так что она меня вообще не слушает. Ты должна ей показать, что ты хозяйка этого дома. Да, взяла швабу и по горбу урезала. Как не она? Это она тут никто. Ты ей прямо так и скажи. Какие шикарные отношения. Если я захочу, то ты отсюда вылетишь. Просто вылетишь. Я бы никогда не пожелала такой проблему. Если бы вернуть все назад, я бы попыталась Наташу отговорить от беременности. Не сделать аборт. Я бы попыталась отговорить, чтобы они встречались. Это уже надоело. Я с ней тоже ведь разговариваю. И все без того. Без того. Она ничего не понимает. Вроде при мне так она все хорошо, все хорошо каждый раз. А на самом деле... Тетя Наташа после разговора с Ириной Генриховной позвонила Сереже и нажаловалась ему, какая я плохая и как я их не уважаю. Приняя с работы домой, Сережа закатил мне скандал, что я в этом доме никто и должна слушаться бабушку. Меня все ненавидят в этом доме. И даже от мужа я не вижу поддержки. Мне стало очень обидно. Ты что снимаешь это надо мной? О, нихрена, это все матчная группа. Здравствуйте. Чего ты меня толкаешь? Просто все накипело. Это то, что его на бабушку все время пили. Ну вообще, что сейчас происходит, это просто надебило. Просто окончательно. У тебя успокоишь. Успокойся, у тебя ребенок если будет выкидать. У тебя я просто обманщила, успокоюсь. Она как-то себя повела, кричала и играла, как реально умалишенный человек. Меня, конечно, очень бесит, что Сережа не делает то, что я его прошу. Меня прям это очень сильно раздражает, что я готова просто убить его и все то, что будет вокруг меня. Просто абсолютно все. Да, пожалуйста. Ты хочешь запись от Суши, а? Пей. Я просидела в ванной около часа. Не могла успокоиться. После ухода мамы я часто чувствую, что меня никто в этом мире не любит. И жить с этой мыслью очень тяжело. Сережа не поддерживает меня. Стал на сторону своих бабушки и мамы. А самое худшее, что мне некуда уйти от них. К своей бабушке я возвращаться не хочу. Она снова заставит меня жить по ее правилам. Убирать надо. Когда я успокоилась, мы все же помирились с Сережей. Он испугался моей истерики и обещал в будущем не доводить меня до такого. А я извинилась за то, что наорала на него. Я перевелась на дистанционное обучение. Теперь я должна только раз в месяц сдавать в школе контрольные работы. И мне за это будут ставить оценки. В новом учебном году, когда я уже рожу, возможно, буду посещать школу, как раньше. Возможно. А вообще, мой классный руководитель сказала, что весь следующий девятый класс я могу быть на дистанционном, если принесу в школу справку о рождении ребенка. Кстати, мой малыш развивается хорошо. И я даже уже его чувствую. Он пинается, шевелится, и я чувствую, как его на сердце бьется. И мне это нравится. Это приятно чувствовать. Сережа меня поддерживает. Если у меня болеть, он может мне массаж сделать. Мне это помогает. Сережа работает по-прежнему. Выходных у него очень мало. Деньги, которые он получил в прошлом месяце, мы отложили на покупку коляски и кроватки для ребенка. С бабушкой Сережи я вообще перестала общаться. А Микки стараюсь постоянно держать в нашей комнате. Даже лоток ему тут поставили, чтобы он не попадался на глаза Ирине Генриховне. Но сегодня у нас с Сережей самый важный день. Мы с ним расписались, и теперь официально муж и жена. На нашу роспись ЗАГСа пришла только тетя Наташа. Тут на росписи как-то живота не сильно видно. Бабушка сказала, что не хочет вообще видеть Сережу и знать, что он мой муж. Мы решили не устраивать праздник, поэтому сразу после росписи Сережа поехал на работу. Для того, чтобы устраивать праздник. Мы решили не устраивать праздник основная причина, потому что, чтобы его устроить, нужны деньги. Поэтому мы решили его не устраивать. Наташа сказала, что хочет съездить к моей бабушке и поговорить. Но вот о чем не стала уточнять. Конечно, я уже устала от всего, то, что происходит, что они ругаются. Наташа ничего не помогать не хочет. И говорю, хотя бы там, бабушке где-то помоги, да, в чем-то. Ничего она не делает. Если она такая плохая, если ты заботишься о своем сыне, да, печешься, скажи, убереги. Сереж, да зачем тебе такая жена плохая? Засранка. Ну, выгони ты ее. Так нет, они держатся ведь за нее. Это слеплено вот лично твоими руками. Это вот, вот ты взяла и слепила. Мной было не слеплено, потому что я была очень даже против. Но вы поддержали, вы поддержали и настояли на том, чтобы они расписались. Ну, как я могу слепить, если это уже слеплено? За акс. Ребята сами решили. Они сами делали. Да, я встала на ихнюю сторону. Может быть, вот в этом моя вина? Ну, с души, вот я с души просто говорю, если они будут продолжать жить, выживут. С моей стороны сегодняшнего дня никаких подвижек. не надо мне говорить, что там, это там, звонить мне не надо, что они там плохо, они там убивают друг друга. С ним. Они к этому стремились, они этого хотели. Я умываю руки. У меня желание было встать и уйти. И больше с этим человеком никогда не общаться. Но, я так понимаю, этого все равно не будет. То есть, так как Наташа беременна, что все равно будем общаться. Я тоже могу сказать человеку в лицо все, что о нем думаю, но я знаю когда, кому и как это сказать. Сегодня я пошла на плановый осмотр к врачу. Дни сделали УЗИ. Я рассказала своему доктору, что последние дни у меня часто стал болеть живот. Я думала, что это нормально, но оказалось, что совсем нет. И у ребенка есть проблемы. Я должна сообщить вам, что малыш не набирает в весе. Такое, к сожалению, бывает в течение беременности, которое осложняется текущими заболеваниями вашими, а в вашем случае это пилонефрит. Анализы не очень хорошие. Постоянно лейкоциты и бактерии в моче. Соответственно, это хроническая инфекция, которая усугубляет вашу беременность. И вот в совокупности всех вот этих факторов я, конечно, рекомендую настоятельно вам госпитализироваться в Екатеринбург для дальнейшего либо наблюдения, либо, скорее всего, врачи будут принимать решение о родоразрешении. То есть нужно рожать. Я очень испугалась и сразу позвонила Сережу. Врач сказала, что мне сегодня нужно ехать в Екатеринбург. Сережа отпросился с работы, чтобы отвезти меня. Пока мы ехали, придумали даже имя нашему сыну. Назовем его Матвей. Мне страшно. Я окажусь одна в чужом городе и все мои родные будут далеко от меня. И еще я не представляю, как пройдут роды и все ли будет хорошо с моим сыном. Слушайся врачей, что они будут говорить, кушай, нормально себя там веди, спи нормально. Если что-то врачи скажут, то сразу мне звони. Я сказала Сереже, что пока я в больнице, он ответственный за нашего котенка. Надеюсь, что они никуда его не отдадут. Приходим, а кота уже нету. А где кот? Нет, кота убежал. Я лежу в больнице уже три недели. Врачи толком ничего не говорят, только продолжают твердить, что сын плохо набирает в весе. Сейчас не ставят капельницы и регулярно проводят осмотр. Я чувствую, что с моим Матвеем все будет хорошо. Мне кажется, что врачи, ну, не знаю, специально это говорят, либо еще зачем-то. Мне кажется, если было бы настолько все плохо и критично, я бы это почувствовала. Мне уже сказали, что рожать самое не буду. Буду делать кесарево. Должны провести операцию уже в ближайшие дни. Я позвонила, чтобы сказать об этом Сереже. Он тоже очень беспокоится за нашего сына. Еще Сережа сообщил мне, что он бросил работу, так как не хочет вкалывать так много за гроши. Я расстроилась, конечно, но сейчас мне не до этого, ведь все мысли заняты только предстоящими родами. Алло, как дела? Нормально. Что у тебя с работой? Ничего, ушел с этой ебаной работать, потому что там я за копейки работал. Сереж, работать вообще надо, и неважно за сколько. Когда я устраивался сюда, мне сказали, зарплату будет 15 тысяч, по итогу я два месяца работаю, чищу картошку за какие-то 8 тысяч, которые мне вообще не сдались, это вообще копейки. Мне надо, чтобы ты устроился на работу и как можно побыстрее, потому что ребенку нужно все, и питание ему нужно, и памперсы в конце концов, да и вообще и жену тебе надо содержать. Я же могу тоже психануть вообще. Психоним, подержишься. И вообще от меня ты помощи никогда никакой не дождешься. А я тебе и так помощи никогда не жду. Грубый, наглый. Больше всего меня обижает, задевает его поведение. Я чувствую, что я для него половая тряпка, не нужная для него вообще. Так, ладно. Ты все сказала? Сейчас некогда с тобой разговаривать, я уже устала. Они мне уже настолько, что они каждый день меня заставляют то и это делать, а я опять не имею отчитываться, как будто перед своим начальником на работе. И когда я услышала то, что кричит Матвей, я поняла, что они меня разрезали уже, то, что уже достали ребенка. Когда я услышала почту, просто хотела сеть его на руки, обнять, поцелать, но они просто его так быстро унесли, что я даже не успел его увидеть. Ребенок... Я что-то не храни пол. Типа, мне сделали наркоз, но я все слышала. Может, тебе не наркоз сделали, а педуралку, типа, а-ля, чтобы нижняя часть тела как-то отказала? Ну, либо, я что-то не знаю, она в наркозе может слышать? Ну, типа, быть в сознании. Что это за наркоз такой? Не поприделся небольшого веса, он пойдет в отделение реанимации, состояние при рождении у него, соответственно, тяжелое, но это и ожидаемо. Из-за этого мы ее и роду разрешали. Ему проводится поддержка дыхательной функции, будет находиться пока под наблюдением в реанимационном отделении. Сразу узнала у врачей, где мой сын и как он себя чувствует. Мне сказали, что с Матвеем все хорошо. Это же родился он два месяца раньше, то есть он уже два месяца, ну, там, как минимум, полтора его доносить. Я позвонила сразу Сереже и тете Наташе и сказала, что родила. Я узнала, что ребенок родился, я был прям счастливый, я был, конечно, в шоке, что он родился маленьким. Просто эмоции, мне кажется, переполняют. Ну, я очень рада, что родился малыш и что с ним все хорошо. Бабушке я тоже сразу сообщила о родах. Она отреагировала очень сухо. Написала просто поздравляю. Через три дня я полностью отошла от операции и чувствую себя уже хорошо. Ну, как-то что-то ты от кесарева быстро отошла. Через три дня. Врачи сказали, что пока мне нельзя носить тяжести и заниматься физической работой. Тебе там распороли? Матвея уже перевели из реанимационного отделения и он лежит в специальном боксе для недоношенных. За три дня он набрал уже три грамма. Ну, слушайте, как для недоношенного очень даже неплохо выглядят. Что очень хороший показатель. Мой сын пролежит в больнице еще две недели, а после мы сможем его забрать домой. Я решила, что не хочу все это время находиться в клинике. Эти стены давят на меня. Хочется уже домой. Поэтому я вернулась в Краснотуринск. И это очень не понравилось тете Наташа. Я на нее была очень злая. Бросить своего родного ребенка, новорожденного, у которого есть проблемы со здоровьем, бросить в чужом городе. Неизвестно с кем. Почему ты там оставила Матвея? Потому что меня к нему не ложат. А мне сказали, что ложат, и ты могла с ним остаться? Мне никто туда не ложил. Шикарная мать просто ребенка нахер кинула. Она мне выписала и все. Шикарная вообще. Ты что, поставила ребенка там, где-то приехала. Мила моя, дохуй, хочу. Ты понимаешь, он остался один в другом городе. Мне что ли ехать туда? Ну вот на самом деле. Я не пускаю туда. А мне звонили, ты знаешь, как на меня орали? Просто орали. Вы знаете, у нас мать убежала. Выписали, даже если бы не сказали уже с ним, я бы легла с ним. Я бы так не поступила. Ей плевать на него. Просто плевать. Если бы, допустим, она бы не была моей снохой, да, я бы вообще этого ребенка просто забрала. Вот на самом деле. Потому что я вижу, что он просто никому не нужен. Я знаю, что поступила правильно. Зачем мне лежать в больнице, если я ничем не могу помочь Матвею? Меня даже к нему не пускают. Думаю, что это абсолютно нормально. И через две недели мы спокойно его заберем домой. А пока я могу побыть дома и, конечно, каждый день буду звонить врачам. Сегодня мы с тетей Наташей и Сережей поехали в Екатеринбург забирать нашего Матвея. Он уже набрал вес до почти двух килограммов и его выписывают. Как же я рада увидеть своего сына. Теперь он для меня главный мужчина в жизни. Два килограмма. Я заревела, когда я его увидела. Ну, я сразу увидела. В нем, ну, Сережа. Ну, копья Ивана. Там только маленькие губки мои. Тоненькие такие. Ой, я не знаю, я сейчас расплачусь. Просто... Мы все самоположные забрали. Да. Он такой... Ну, смотришь на него, да, он такой хрупкий весь. Я боялась его взять, думаю, вот... Ну, не дай бог что-то, да, вот так вот. Вот заденешь, как-то не так. Он улыбался. Я такой, вы матрешки? Конечно, он улыбается. Он так глаз как-то. Ну, он и так, да? Когда я в больнице взял ребенка на руки, я вообще его держал вот так. Боялся как-то руками двинуть. Я по сравнению с ребенком бугай, которому это вообще случайно задеть, что-то ему раздавить. Матвеюшка, так я ласково называю сына, уже весит два с половиной килограмма. Справляюсь я хорошо. Пеленать научилась быстро. Молока своего у меня нет, поэтому питаемся мы смесью. Также по графику даю Матвею все необходимые лекарства, которые выписали нам врачи, так как он родился недоношенным. Будь мама, это вообще не перед вами ощущение. Твоя маленькая сыночка лежит перед тобой, и ты сама его растишь, ухаживаешь, воспитываешь. То есть ты уже сама полностью ответственна за своего ребенка. Нашего кота Мики все-таки пришлось отдать в хорошие руки. Все-таки Мики не прижил, да? Я понимаю, что сейчас должна сконцентрироваться только на ребенке. Коляску и кроватку для Матвея мы купили из тех денег, которые удалось отложить, когда Сережа еще работал. Сейчас он ничего не делает, бездельничает целыми днями. Если бы он чего-то хотел, он бы к этому стремился, стремился так, что ему не важно, как до этого достичь, но он бы этого достиг. Ну, он должен быть зарабатывать деньги, добытчиком быть, сам кормить, нас одевать. Подгузники, смесь, лекарства для ребенка все покупается за мою пенсию. Опитаемся мы за счет тети Наташи, которая иногда дает нам деньги. Сережа продолжает рассказывать сказки о том, что нет подходящей для него работы в Краснотуринске. Из-за этого наши отношения с ним очень испортились, и кроме претензий друг к другу ничего не осталось. Наши отношения как большая пирамида, но она вся разбитая, то есть держится на волоске. Ты, бля, с ребенком лежишь маленьким, ковер, бля, не почистил. Все хуже, за***. Вот тут вот у меня. Ты у меня вот тут вот сидишь, бля, в начале-то вспомните, как все было. Да, любовь, я обожаю эти моменты, это вот малолеток, когда вот это они, ой, прям вообще, там любовь до конца жизни. Спустя 9 месяцев. Последнее. Ты вот тут, бля, сидишь, как, бля, не мужик, вот тут вот на моей пенсии, бля, сидишь. Работу что, в Падуэ пойти, или что? Твоя пенсия, это копеечка, 5-6 пенсий, начальник поживи, возник свой, я не вижу с ним будущее, то есть он не... В смысле не вижу будущее? В детстве словно, можешь выделить будущее, куда оно делать? Я работаю, то есть помощь от него никакой, я не вижу, с его на стороны, только, что я вижу, это с любой маленькой ссорой, начинается большая ссора. А дай вещи. Я тебе не отдам никакие вещи. Я ухожу от тебя. Кого ты уйдешь от меня? Я ухожу. Ты без меня, как без мозгов. Начинается, кому ты нужна без меня, да ты в письме, кому ты нужна с ребенком, да ты без меня сдохнешь. Я не смогу. Не рыви. Да отпусти, а! Да Сережа отдай, блин, а! Да серьезно отдай! Ты что, да ты вообще. Отдай. Из мозгов. Вещи отдай ребенка. Да ты больной, а! Я хочу у тебя Сережа, потому что я так не могу. Я не вижу у Сережи ответственности. Я спокойно воспитаю ему ответ. То есть я ему дам все то, что ему надо. Да, конечно. Ты дашь прям. Я этот финал не ожидал, если честно. Прям забавность, блин. Ребенка только одного жалко, потому что блеха-муха, ну, получится плюс-минус та же хрень. И одежду, и всегда у него покушать будет. Мы с Сережей долго раугались, но все-таки он меня отпустил. Сказал, что если я хочу, то могу уходить куда угодно. Ему на меня наплевать. Я взяла Матвея и поехала к бабушке. Она меня приняла, как и своего правнука. Да, хочет ей жить. Смотри, как он бабушку любит. Смотри, он маленький, смотри, как понимает. Умненький мальчик. Да. Он умненький, он знает. А что-то у него в зубах-то? Такая дырка у него между зубами. Типа тут... Что-то никогда не понимаю, что-то у него такое тут между зубами. У бабушкины добрые руки. Да, солнышко мое. Ну, вот это солнце мое, вот это мое солнце. Я бы съела бы, вот, наверное, бы. Прям вот его... Исцеловала бы всего бы вот такого ребеночка. Конечно, приму его, хотя я в отрез. Не надо. Нежеланный. Не надо мне этого ребенка. Даже не носите, не показывайте. Но я не думаю, что настолько полюблю его вообще. Прошел всего день с тех пор, как я ушла от мужа. И я думаю, неужели у нас все кончено? И все плохое, что мне про него говорила бабушка, это правда. Но тут неожиданно Сережа пришел и сказал, что хочет... Санта-Барбара, вторая часть продолжения следует... Поговорить. Я хочу, чтобы Наташа жила со мной. Но больше такого не повторится. Это сто процентов. Прямо слово я держу. Ну, вот пришел твой законный муж. Да? Да. Он клянется, божится, что он исправится. Что надо ему дать шанс. Я даю шанс. Один раз. Наташа, ты меня знаешь. Ты меня знаешь. Я свое слово держу. Я как бы два раза не повторяю, не повторяю. Вот. Ты же знаешь. Если я сказал, что ты больше в моей хате не появишься, если ты уйдешь. Ну, я свое слово держу. Вот. Я как бы, ну, слово не воробей, улетает, не залетает. Ну, ты меня поняла, да, Наташа? Вот. Я как бы, ну, это ты поняла меня. Серьезная женщина. Один раз даю, Шан. Один раз даю, один раз даю. Второй раз уже как бы контрольный даю. Третий. Ну, бог любит троицу, так и быть. Ну, вообще, один раз даю. Есть еще раз. Повториться. Вот такая же конетелька. Если он не будет работать, я его нахуй похороню. Какая дерзкая бабушка. И шикарно. Рука в гармонии, я его нахуй похороню. Боже мой, что на зоне общаемся. Правильно? Да. Правильно. Я переживаю за тебя. Ты как-никак моя внучка. И что ты ему родила? Бабка здесь, конечно, тоже, блин, не подарок, если честно. Больных людей рождаются больные дети в плане психики, а не здоровья. Ребенка, и он не почитает ни тебя, ни ребенка, я этого не позволю. Мне надо, чтобы вы нашли за мое понимание, чтобы вы друг друга понимали. И мы, я надеюсь, к этому разговору, к такому Тони, мы не вернемся. Я решила, что бабушка права. Надо дать Сереже шанс. Все-таки я люблю его. Прости меня, зайка. Я не знаю. То есть он... Я возвращаюсь жить к Сереже. Он пообещал, что найдет работу в ближайшем... Я уверен, проект закончился потом о том, что они не вместе. ...время. А я пообещала быть нормальной хозяйкой и следить за домом. Я очень надеюсь, что у нас, наконец, все будет хорошо. У меня никогда не было полноценной семьи. Я сделаю все, чтобы она была у моего сына. Ну, я бы никогда не посоветую ни в каком случае другим девочкам делать аборт. В 16 лет это не так рано стать мамой. Я согласен. В 13 уже так как бы это да. А в 16 самый раз. Вообще. Ну, цыгане нормально вообще. В 15. В 16 уже ты что, это уже все, это взрослое. Это уже личность. Я убедилась это на своем опыте. Для меня самое главное счастье, чтобы я и Матвей мы просто были счастливы. А Сереже я даю полгода. Если он точно такой же останется, мы просто уйдем. Ну что, вот, короче, как всегда, согласитесь, ну, выпуск, конечно, бомба. Прям трешня, как мы любим. Просто с радостью прочитаю ваши комментарии, что вы скажете по этому поводу. Я уже много чего сказал. Мое впечатление, что они вместе не будут. Да, ну куда? Пускай они общаются. Вообще, треш какой. Ну, это ужас. Какая счастливая жизнь. Сейчас... Нет. Вот. Ну, увидимся в новых выпусках Беременна в 16. И не забывайте заглядывать на мой лайв-канал. Всем пока.